Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. Сегодня суббота, 28 сентября. Я собираюсь в Юг. К сожалению, в прошлую субботу я не смогла туда поехать. Также не смогла попасть в Леруа на завоз орхидеичек. Ну вот так вот начался рабочий сезон, и я не каждый раз могу теперь попасть в магазин из-за своего расписания. Но, надеюсь, сегодня я порадую и себя, и вас. Но перед этим я хочу не только передать привет, но также поздравить с днём рождения свою зрительницу Ольгу Миронову из города Чебоксары. Дорогая Ольга, спасибо огромное за то, что вы есть у меня, за то, что вам интересны мои видео, за то, что вам так приятно получить от меня и привет, и поздравления с днём рождения. Спасибо всем моим зрителям за то, что вам приятно вот эта вот такая обратная связь от меня, потому что мне самой тоже очень-очень приятно читать каждый раз новое сообщение находить, что кому-то хочется услышать привет в свой адрес. И, дорогая Ольга, хочу пожелать вам здоровья, крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и всей вашей семье, всем вашим близким. И всем моим зрителям хочу пожелать того же самого, чтобы вы никогда не болели, чтобы все ваши близкие, все ваши любимые, все были здоровы. Ну и всем, всем хорошего настроения всегда. Ну и дальше я включусь уже, когда приеду в юг. Я уже нахожусь в юге. Вот какая здесь красота стоит. Пленопсис очень похож на каменную розу, но это не он. Это какой-то другой гибрид. Просто разводы вот такие же на нем. Ну очень красивый. Я всегда в восторге от этого розового облака. Здесь их несколько стояли. Сейчас вот парочка вот рядышком стоят розовых. А так их стояли несколько прям таких вот полосатеньких. Такое облако было. А, ну вот, вот, можно вот здесь вот показать. Я просто в восторге от них. Кстати, снова привезли Леодора. И я там себе нашла такую Леодорку шикарную. У меня, конечно, есть Леодора. Но я нашла Леодору бабочку. Представляете себе? Правда, она совершенно без корней. Абсолютно. Но лишь бы мне удалось ее выходить, эту Леодорочку, лишь бы у нее не оказалось никакой гнили, я готова, готова ее купить, потому что там изумительный цветочек. Я его обязательно покажу. Сейчас просто людей здесь много, и посетителей много. И вот с цветами девушки ходят, кто-то разбирает все это, выставляют на места. Поэтому я пока здесь, чтобы ни у кого под ногами не мешаться. Желтенькая прелесть. Кажется, это Феррара. Судя по ее лепесточкам еще очаровательной. И, кстати, Леодорке сейчас 650 стоит. Как и во второй раз, когда их привозили. То есть в первый раз, когда их привозили, они были 550. Теперь они по 650. Эти фаленопсисы, они большие уже. Вернее, не большие, они с очень высоким цветоносом. Вот именно вот. Вот эти вот. Вот эти вот пониже. Провезли также мини-мультифлорочки. Вот, кстати, Леодора. Вот их вытащили. Вот они, красотки. Ну, конечно, состояние корешочков. Это надо уже смотреть отдельно. Сейчас я покажу свою Леодорку. Свою красотку. Вот она, вот. Ну, конечно, здесь один цветонос со стандартным цветочком, со стандартными цветами, а второй цветонос, он вот такой вот бабочкой. Здесь толком не видно. Вот на эту камеру и при здешнем освещении прелесть цветка не видно. Но я как приду домой, как я ее разберу, ну вот, что в горшочке. Я на хорошую камеру сниму и покажу. Покажу всю прелесть, всю красоту этого цветочка. И еще я отложила себе вот такой вот фаленопсис. Но он тоже вот такой вот мутантик. Вот. У него тут один цветочек 50 на 50 с такой расцветкой, а другой вообще розовый. То есть он может и таким вот простым розовым цветочком расцвести. Ну, бутончики, к сожалению, он уже вот все засушивает. Кстати, вот многие фаленопсисы, я вот обратила внимание, из сегодняшней поставки они засушивают цветочки. А здесь вообще цветоносик травмирован. Ну, пока я его отложила, я еще подумаю. И, кстати, вот еще что я себе отложила. У меня это видео началось с того, что я себе отложила. Это называется «Сбылась мечта». Вот эти вот венерины мухоловки. Здесь еще есть тут палеточка. И вот они вот в таких маленьких 50-граммовых стаканчиках. Сейчас я вам покажу. Вот они вот тут вот наверху. И там еще есть вот такие вот. Вот такие еще есть хищники. Они сейчас по 100 рублей. Я даже думаю, может быть, взять еще одну мухоловочку. Но просто я пока боюсь взять еще одну. Хотя можно взять еще одну, конечно. Это стеллаж с уцинками. Я просто еще не знаю, как ее выращивать. В какой грудь ее сажать. И боюсь, что я, если возьму обе, я обе закуплю. Такие вот мультифлоры очаровательные. Там, кстати, есть еще в глубине. Тут есть зелененькое, которое я тоже на нее постоянно засматриваюсь, но никак не куплю. Вот такие вот мультифлорки. Они пока стоят в самом углу. И Леодора тоже здесь вот в самом углу стояли. Я не добралась. Но Леодора вытащили, а вот эта палетка пока стоит там. Ну, я пока дойду до тех, которые более доступны. А скажите, а вот котлей вот внизу, они почем? Спасибо. И привезли котлеи. Вот они стоят тут. Сейчас тут шесть кустиков. Ну, они не очень пышненькие, но в принципе он желченький так-то, на мой взгляд. Вот такие вот они желтенькие. 450 рублей. Вот этот кустик, он вот самый пышненький, можно сказать. Вот у него четыре бундочки, четыре с половиной, вот так вот. И вот такая вот очаровательная расцветочка. Цветочки сантиметров шесть. Я вот даже думаю взять, не взять котлейку. Но я уже отложила вот себе два фаниноксиса. Так, тут одна вообще с бутончиками, но такое ощущение, как будто она засушивает эти бутоны. Ну, хотя, не знаю, может они так развиваются. Вот, вот они тут себе котлеечки. Изумительные лилии. Просто изумительные. Один тендробиум. Нобили, вот, стардаст стоит до сих пор. Тут буквально вот одна беленькая, одна бордовая мельтония стоит. И вот дендрофалинопсис. И, кстати, вот я до сих пор жалею, что я не взяла тогда в Леруа дендрофалинопсис себе. Еще подумала, надо, если будет в юге дендрофалинопсис, надо подумать. Надо о нем подумать. Ну, просто здесь всего три бульбочки. Вот 420 они стоят. Вот эти вот дендрофалинопсисы. Нобили тоже где-то около того стоит, что это примерно так же. Ну, это крашеные. Желтенькие. Не задеть бы социальные цветочки. Вот красавица. Какая орхидейка красавица. Вот красавица. Вот они все хорошенькие. Цены, цены. Ну, вот с двумя цветоносами вот стоит 650 рублей. С одним цветоносом будет вот 550 рублей. 1250 в этот раз стоит. Только большие, видимо, потому что леодорки идут со 650. Ах, вот какой красавица. Очаровательный. Таких, как Коода, Дикий Код, в этот раз нет. Чтобы они тоже за 1250 шли. Вот, кстати, вот этот фалинопсис мне как-то попадалось название. Недавно вот этого фалинопсиса. Очаровательный. Очень красивый. Такая вот своеобразная у него расцветка. Ну, и сзади него роскошная пятнашечка. Я даже, кстати, та пятнашечка, которая за 1250 мне очень нравилась. Цветочку ранили. Кстати, я прошу прощения за то, что я отвлекаюсь, но здесь такой цветок привезли просто... Просто какой-то волшебный. Я даже не знаю, что это. Вот такой вот он. Вот тут написано циркума, но я не могу понять, что такое циркума. Ну, вот чудо. Просто чудо. Аромата я не ощущаю. Прошу прощения. Эти фалинопсисы на дуге. И вот я рассказывала про пятнашку, которая мне нравилась за 1250. Большую орхидею крупную. Мне многие подсказывали, что это панда. Ну, панд много, а это панда. И у нее еще номер. Номер свой имеется какой-то. Ну, в общем, я думала, что если я ее люблю, то сегодня я ее куплю. Но нет, ее нет. Ее и тогда купили. И сегодня такой, нет, орхидеечки. Вот какое чудо-чудо. Вечеравашка. Салатовая вот такая вот малышка. Вот они, мидии. Ой, какая тут капуста стоит. Вот прелесть. Фиалочки тоже привезли. Много цветущих растений. Кстати, посмотрите, как в Януру, как в этот, тоже на дугу оформлены красиво. И горшочки у них такие вот фиолетовые. Сама фиолетовая. И на дуге вот красота. Очень красивые растения. И это можно... Так, и еще стоят темненькие. Вот она красотка темненькая, малышка-мультифлорка. Розовенькие стоят. Вот мультифлорка, которую вот я по... По скидке тогда не взяла, вернее, я ее взяла, повертела. Вот точно такую же повертела в руках и положила. И купила несколько других фаленопсисов. Вот она была точно такой же очаровательной. Ой, посмотрите, сколько тут грибниц какая по всему горшочку. Ну, растение здоровенькое. С крюшком все в порядке. И также там вот беленькие стоят. И розовые в полосочку стоят. Это все пока еще не расставлено. Поэтому я до многого не могу добраться. И стеллаж не могу обойти ни с какой стороны. Вот беленькие. Это вот другая темненькая. Вот еще девушка с красотками ходит. Выбирает. Вот. Воспользуюсь. Я воспользуюсь. Спасибо. Так, что еще тут есть? Вот это большие фаленопсисы. Вот как раз вот они по 1250. Ой, какой красавец. Его вот тоже вот эту расцветку периодически привозят. Довольно часто. И именно вот в большом таком, в крупном варианте. А, кстати, вот еще мельтонии. Вот они. Кстати, фаленопсисы мини. И вот эти вот мультифлоры тоже 420 рублей стоят. Зеленые облачка стоят. Вот еще она стоит такая же красотка. Тут вот другой стоит стеллаж с архидеичками. Свою пятнашку я взяла здесь. Вот которую буду думать. Вот она такая красавица стоит. Кажется, это мелодия или очень похожа на нее. Ну вот тоже вот кутошки, к сожалению, подсушены. Сейчас подорву. Вот они тут, кстати, вот. Такой вот грязный расцвет. И вот еще вот мутантик. Какой цветочек. А спереди он. О, вот. Чудо. Такой же вот, как я сейчас вот брала в руки. Ну вот, рассветка никакая. Смутательный. Красивый фаленопсис. Вот он, этот цветочек разноцветный. Так. Здесь вот снова стоят венечки. И вот эти флорочки. Наверху. Вот еще желтенькая. Кстати, вот запеченая яблочко тут стоит. Постоянно забываю название сорта. Так и называю его яблочком. Ну, очень красивый. Рядом с ним стоит такая вот мультифлора. Пепельно-розового цвета. На ней столько цветов, столько веточек, Так что она тяжелая прям. Стоит и аж падает. Рядом с печеным яблочком Вот такой вот фаленопсис стоит. Довольно интересный. Вот. У него такой персиковый оттенок. с какой-то, знаете, с какой-то, с примесью тоже пепельности и отчасти какой-то ржавчины. Такой вот интересный фаленопсис. Сейчас поставлю его вперед. И тут вот еще такой интересный фаленопсис. Ну, красивые все. Все фаленопсисы красивые. Беленькие стоят. Вот он такой хороший. Ну, я так рада, что я отложила себе эту венериную махаловку. Ну, вот еще один такой тут стоит, пятнашечка. Такая вот желтая, кстати, довольно крупноцветковая. Цветы у нее огромные. Высокий цветонос и цветы огромные. Огромные. Она стоит здесь. Ну, это, как обычно, уже отложено. Кстати, какая красота. Прям елочка. Бегата я, конечно, беру. Это однозначно. Но над той пятнашкой я подумаю. Котличку я, наверное, не стану брать. На этот раз. Ну, хотя надо подумать. Надо мне подумать. Сейчас, смотри, не проедет. Ладно. Пойду я думать над своими отложенными архивеечками. Глядишь, еще что-нибудь высмотрю. Надумаю. О, с этим. Вот такая прелесть. Вот такая прелесть. Какая прелесть. Чудо. Прям чудо-причудо. У нее, кстати, обратите внимание, не просто белый фон. У нее по краям лепестков еле заметный венозный рисунок. Еще, то есть, такой... Такая вот окантовочка еще имеется. Прям еле заметная. Мне кажется, на камеру даже толком не видно. Да, и розовая. Ну, прелесть. А белый еще у нас. Большое спасибо за то, что были со мной. Спасибо. За ваш интерес к моим видео. И постараюсь в следующем видео показать всю красоту цветочков, которые я купила сегодня. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok